Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости. В студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Котельные существенно модернизировали при подготовке к отопительному сезону. Также заменили сотни километров теплосетей в Сибирском федеральном округе. Ситуацию с техническим состоянием, оборудованием и запасами топлива на зиму обсудили сегодня на совещании с участием полномочного представителя президента РФ Анатолия Сирышева. В текущем году было обновлено более 560 километров тепловых сетей, что в два раза больше уровня 2022 года. Кроме того, необходимо снизить риски, связанные с обеспечением надежности работы электросетевого комплекса. Органам власти, электросетевым компаниям следует обратить особое внимание на перегруженные центры питания, где есть риски энергодефицита. Электросетевые компании обязаны обеспечить качественную и надежную работу, развивать и обновлять свою инфраструктуру, в полном объеме выполнять ремонтные и инвестиционные программы. В Сибирском федеральном округе за лето провели большие программы по ремонту теплосетей. Например, в Новосибирске заменили 70 километров труб. При обследовании магистрали активно применяли новые технологии, в частности роботов, что позволило выявить большее количество мест возможных повреждений и расширить программу ремонта. Усилили контроль за ходом работы, укрепили взаимодействие между организациями, обслуживающими дома и теплосетевой компанией, значительно модернизировали теплоисточники в других регионах округа. По Сибирскому федеральному округу свыше 6,5 тысяч котельных всего, которые на теплоснабжении работают, Вот из них, по состоянию на прошлый год, 23%, то есть практически каждая четвертая котельная, не обладали вторым источником. Вот за этот год и благодаря поручениям Анатолия Анатольевича, совещания и подключению прокуратур, значит, процент составил уже 15. То есть удалось снизить количество котельных без необеспеченных вторым источником. Вакцина для человечества, лекарства для человека. 11-й форум OpenBio открылся сегодня в Кольцово. Четыре дня ведущие эксперты страны будут обсуждать новые биотехнологические технологии. Отдельное внимание развитию вирусологии и разработке вакцин, как в этом помогут вирусы растению, знал Сергей Толмачев. В этом году есть несколько особенностей. Существенно расширена деловая часть, открыты несколько новых секций. Ну и большое внимание уделяется медицине. Появление секции «Фундаментальная медицина», новой, шестой, как бы выделенной из состава других секций. Потому что именно медицинских докладов, работ, связанных с исследованиями лекарственных препаратов, методикой оздоровления, технологий, их стало больше. И мы увидели, что необходимо это отделять. Дальше у нас будет мероприятие, посвященное авиационной медицине. Это, получается, работа со здоровьем на борту гражданских судов. Уже по традиции, как и все 10 лет до этого, здесь в биотехнопарке работает выставка, на которой представлено в том числе и лабораторное, и диагностическое оборудование. Ну или, например, вот такая экспресс-установка для определения ДНК. Автоматическая станция для выделения ДНК из различных образцов. Сейчас используется в криминалистике и планируем дальше использовать в медицинской генетике. Можно увидеть совершенно различные биологические добавки. Например, это иммуномодулятор. Обычные красненькие витаминки. Но есть и то, что производят здесь, в Кольцово, из обычных трав. Новинка этого сезона – препарат для тех, кто очень плохо видит. Подобрали схему применения, которая позволяет слепым и слабовидящим, скажем так, улучшать зрение. Некоторые начинают видеть цвета, различные тени. Те, кто плохо видел, некоторые люди начинают читать. Одна из основных научных секций Open Bio – вирусология. В 2021-2022 году во время пандемии ковида это вообще была главная тема форума. С тех пор изменились и вирусы, и средства борьбы с ними. Как именно, расскажет главный вирусолог Виктора Сергей Нитесов. Мы видим, что вакцины работают, мы видим, что иммунитет у людей растет, но надо иметь в виду, что в данном случае, как и в случае гриппа, эти вакцины предотвращают тяжелое течение. Легкое течение они, к сожалению, не успевают остановить, потому что вирус меняется. И мы знаем, что вот сейчас еще произошло одно изменение, в варианте уже флирт, который есть, но мы не видим в росте смертности. А поболеть, ну, 4-5-7 дней, это все-таки не трагедия. В организации форума активно участвует и правительство Новосибирской области, ведь именно здесь могут быть выработаны идеи и предложения по развитию науки на годы вперед. Получая резолюцию от такого форума, мы понимаем, какие есть барьеры, которые сдерживают развитие отрасли. Ну, как бы зачастую, безусловно, это барьеры, конечно, федерального уровня, но мы со своей стороны от региона можем их транслировать наверх. Ну, а если есть те вопросы, которые касаются региона, то, безусловно, по биотехнологиям у нас эта отрасль всегда приоритетная. Все, что сегодня здесь представили в виде научных разработок, уже довольно скоро мы сможем увидеть, например, в аптеках. Так уж устроен OpenBIO. Это очень практичный форум. Сергей Толмачев, Александр Миняйло. Новости ОТС. Безопасность, интеллектуальные системы управления транспортом, городским освещением, жилищно-коммунальным хозяйством и не только. Соглашения по реализации проектов в сфере информационных технологий сегодня заключили правительство Новосибирской области и Эртелекомхолдинг. Когда мы первый раз с вами подписали соглашение, за это время спектр проектов и продуктов, которые мы предлагаем и реализовываем для области, для жителей города и области, он существенно вырос. Предметом соглашения является развитие на территории региона телекоммуникационной инфраструктуры и цифровых сервисов в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» национального проекта «Экономика данных». Мы считаемся центром и IT, и телекома, ну как минимум на территории Сибирского федерального округа. У нас все основные игроки присутствуют. И у всех есть проекты развития. И здорово, что у Эртелекома спектр таких проектов очень широкий. Надежное электроснабжение для всего района. В Тогучине завершили масштабную реконструкцию высоковольтной подстанции. Энергетики работали в течение полугода. Результаты ценил Александр Шарудила. Подстанция «Березовская» – центр электрификации Тогучинского района. Здесь начали работу два новых трансформатора, каждой мощностью по 16 мегавольт ампер. Ввод современного оборудования пришелся как нельзя кстати перед началом отопительного сезона, чтобы обеспечить бесперебойное питание котельных. Отсюда электроэнергия распределяется по всему Тогучинскому району. Подстанция питает не только местное население около 15 тысяч человек, но и значимые социальные объекты Центральную районную больницу, фельдшерско-акушерский пункт, школу, 11 скважин и другие. Прежняя пара трансформаторов проработала на благо жителей региона почти 50 лет. Замену энергетики провели планово, не дожидаясь аварий и перебоев электроснабжения. Новые установки намного легче предшественников, технологически более совершенные и собраны из современных материалов. Оборудование закупили в Тольятти. Подставщиком данных трансформаторов является отечественный производитель. Так что в данном случае выполняем наказы по импортозамещению. Мы обеспечили более качественное электроснабжение, так как данные трансформаторы уже более совершенные, модифицированные. Энергетики вложили в модернизацию подстанции 173 миллиона рублей. Объект реконструировали в рамках масштабной инвестиционной программы обновления. В этом году введут в эксплуатацию более 450 километров линии электропередачи и более 270 мегавольт ампер мощности. Инвестиции 5,5 миллиардов рублей. Александр Ширудила, Данил Колпаков, Новости ОТС. В хозяйстве Петраковская с Двинского района ввели в севооборот плодородные земли, заброшенные в 90-е годы. Поля вошли в государственную программу освоения целинных и залежных земель. Эксперимент удался, а получился богатый урожай. Еще недавно на этом поле площадью 400 гектар росла трава, кустарники. В хозяйстве решили – это расточительство. Есть программа введения в оборот залежных земель. Мы, соответственно, сделали проект на эту площадь. В соответствии с указанными в проекте требованиями мы ввели это поле в оборот. В итоге выкорчевали всю растительность, скопали и разрыхлили почву к весеннему севу. Мы очень большую работу произвели, и очень много было сил затрачено. Но вот сейчас оно отдаёт свой результат. Это поле в этом году у нас с одной из наибольших урожайностей. По пакту здесь выросло центеров по 50, а собираем по 30 с небольшим. Поэтому вот и результат. Сегодня на возрожденной пашне собрать урожай непросто, рассказывает Николай Чумакин. К концу августа зерно созрело, убрать своевременно помешали дожди. От влаги стебель начал разрушаться, потерял прочность, и колосковые чешуйки стали раскрываться. А это потеря урожая. Сейчас зерно ложится на землю. Взять его очень сложно. Дополнительно установили стеблеподъёмники на все комбайны. Это очень хорошее, так сказать, подспорье. Выработка снизилась более чем наполовину. Возможностях этого комбайна набирать бункер в течение получаса, 20 минут. Сейчас уходит 40 минут. Чтобы собрать то, что ещё сохранилось, на поле вышли несколько комбайнов. Но работать в полную силу мешают поломки. Ломается то, чего не ожидали. Самая мелочёвка. То колесо, то где-то что-то открутилось. Механизатор позвонил, сказал, какая неисправность. Тут же реагируем. Если механизатор способен что-то сделать своими силами, делать своими силами. Если что-то гораздо серьёзнее, то, соответственно, выезжает инженер и принимает какое-то решение. В этом хозяйстве впервые участвуют в государственной программе освоение целинных и залежных земель. Говорят, это дело хлопотное, но выгодное. Мы подтверждаем понесённые затраты по этому полю. И Минсельхоз 50% понесённых затрат, подтверждённых нами, компенсирует в виде субсидий. Мы на эту площадь потратили порядка 3 миллионов рублей, то есть примерно 1,5 миллиона рублей у нас субсидий, которая должна к нам поступить в конце года. Сегодня аграрии набирают с каждого гектара порядка 37 центнеров зерна. Алена Кузина, Галина Распопина, Сергей Шевченко, Новости ОТС. Сибирская медианеделя, проходившая в рамках межрегионального конкурса «Сибирь.Про» завершилась дискуссией в стенах Томского государственного университета. В работе диалоговой площадки приняли участие и новосибирские журналисты. Участвовали в сессии студенты факультета журналистики Томского университета, обсуждали дальнейшее развитие медиа в нашей стране, насколько перспективно, уместно и эффективно использовать искусственный интеллект и нейросети в профессии журналиста. Неслучайно эта дискуссия проходит в университете, потому что именно университет является той коммуникационной площадкой, на которой обычно обсуждается будущее и будущее журналистики в том числе. Причем будущее, которое опирается на то прошлое, которое есть и у страны, и у профессионального сообщества. Поэтому, мне кажется, спикеры прекрасны, аудитория заряжена, и разговор должен получиться. Беспреданница, бременские музыканты, Любовь и Голуби. Сегодня начались большие гастроли Новосибирского музыкального театра на Сахалине. Артисты вышли на сцену Чехов-центра. Начали с показа римских каникул. Более 70 человек и несколько сотен килограммов реквизита и костюмов. Как публика встречает сибиряков, об этом расскажет Алексей Кудинов, который отправился на гастроли вместе с труппой. Температура Охотского моря плюс 13. Все, что смогли позволить себе артисты музыкального театра зайти в воду по колено. Гастрольный график плотный. Сегодня вечером первый спектакль. Монтировать декорации на главной площадке Южно-Сахалинской и всего острова в Чехов-центре начали еще накануне. Благо, две фуры с оборудованием и реквизитом на восток страны добрались без приключений. Каждые 100 километров отслеживали. Это очень важно, потому что у нас все-таки паромная переправа и очень большая очередь для того, чтобы поставить машины на паром и в Ванино. И это, ну, целая, скажу вам, войсковая операция по этому поводу. Конечно, занимали очередь, и, конечно, все это было сложно. Но когда ты увидел фуру, которая стоит уже, вот она, под моими окнами, все мы выдохнули, это прекрасно и замечательно. Все, слава Богу, хорошо. Вот нам благоволит судьба для того, чтобы музыкальный театр города Новосибирск оказался на Сахалине. Еще раз говорю, мы очень, не один год мы разговаривали об этих гастролях. Новосибирцы привезли в Южно-Сахалинск четыре музыкальных спектакля. «Беспреданница», «Бременский музыкант» и «Любовь и голови». Сегодня вечером гастроли открыли «Римские каникулы». Все видели фильм «Римские каникулы» с известной всем Одрих Хёберн и Грегори Пэком. Это такая немножко абстрактная история о принцессе некоего государства, которая попала в город мечты. Можно сказать, что это сегодняшняя моя история, что я такая абстрактная принцесса Анна попала сюда к вам в гости. И мне предстоит неделя каких-то приключений. Надеюсь, хороших. Из Новосибирска на Сахалин прилетели 70 человек. Солисты, артисты балета, хора, технические специалисты. Не удалось привезти только оркестр. Сахалинский международный театральный центр имени Чехова площадка, предназначенная для показа в первую очередь драматических спектаклей. Разместить большой оркестр здесь негде. Так что поют артисты под заранее записанный минус. Зато эта площадка собирает преданную театру публику. Так что аншлаг состоялся уже на первом спектакле новосибирцев в Чехов-центре. С именем Антона Павловича здесь, в Южно-Сахалинске, связано очень многое. Вокруг Чехов-центра есть сквер, в котором четыре вот таких скульптуры. Герои произведений классика. Человек в футляре, толстые и тонкие, дама с собачкой и каштанка. И здесь же музей одной книги «Остров Сахалин». Как известно, в конце 19 века Антон Павлович совершил полные опасности путешествия через всю страну сюда, на край цивилизации, чтобы посмотреть, как на Сахалине живут каторжане. Миссия новосибирцев другая – принести жителям острова радость от встречи с музыкальным театром, который здесь тоже любят. Мы, конечно же, вам привезли то, что в первую очередь, как мы посчитали с Татьяной Николаевной, может быть интересно вашим зрителям. Мы могли бы привезти классическую оперету, венскую, нововенскую классику, но я смотрю, что вы сейчас активно ее осваиваете. И бог вам в помощь, потому что, конечно, музыкальный театр, он необходим любому городу, любому зрителю. Мы привезли вам музыкальные комедии. Казалось бы, такое, может быть, даже несколько непритязательное зрелище, но поверьте, из которого мы хотели сделать определенные, скажем так, если не шедевры, то, по крайней мере, изюминки современного музыкального театра. Это музыкальные комедии, это то, что сегодня нужно любому зрителю. Завтра новосибирцы еще раз покажут мюзикл «Римские каникулы», а в ночь на четверг на сцене Чехов-центра начнется монтаж декораций бесприданецы. Алексей Кудинов, Александр Ведерников, новости ОТС, Южно-Сахалинск. В Бердске прошел кросс нации. В этом году юбилейный. На старт вышли участники самых разных возрастов от 6 до 90 лет. Для некоторых соревнований вход в большой спорт. За спортсменами наблюдали мои коллеги. Отметить всероссийский день бега вместе со всей страной в Бердске собрались спортсмены и любители легкой атлетики. В этом году кросс нации проходит в юбилейный 20-й раз. Я рад видеть вас в хорошем настроении, рад видеть совет ветеранов города Бердска, рад видеть школу скандинавской ходьбы, учреждения, предприятия, всех, всех, всех. Всем хорошего настроения, всем финишировать без потерь, пожалуйста, без физических травм. Ну и пусть победит сильнейший. Самые юные участники забега – девочки и мальчики от 6 лет и младше – воспитанники детских садов. Я смотрю, вот наши малыши, они уже на низком старте все и готовы как можно быстрее приступить к забегу. Я хочу пожелать всем нам, самое главное, это здоровья, счастья и успехов. Принимают участие в спортивном празднике не только берчане, но и жители ближайших районов. Внимание! Забеги на разные дистанции с учетом и без учета времени от 500 метров до 12 километров. Регистрация у нас идет со старта и согласно времени идут. Поэтому регистрация сейчас еще идет. На данный момент около 1000 зарегистрированы. Победители и призеров награждают медалями и грамотами. Особый почет и уважение участникам золотого возраста 90-летнему Александру Загородневу и 82-летней Людмиле Зыковой. В забеге руководителей учреждений и предприятий среди мужчин первое место занял Анатолий Нуянзин. Лиговые соревнования для меня это один из моих подвидов, в котором я участвую. Основные виды для меня это гонка с препятствиями. Обычно я участвую еще в забеге, но и часто бываю вторым, третьим во всероссийском забеге. Галина Пилипчук сегодня стала первой в скандинавской ходьбе. К занятиям спортом Берчанка привлекла всех членов семьи. Мужа тоже очень привлекаю к этому всегда. Стараюсь. Пять лет Артем, он тоже у меня начинает заниматься сейчас лыжными гонками. Средний ребенок Ярослав сейчас побежит на дистанции. Без спорта жизнь была бы скучна, поэтому... Движение – это жизнь. В Кроссе нации принимают участие студенты, представители трудовых коллективов и сторонники активного образа жизни. Для большинства жителей Бердска участие в массовом забеге стало семейной и корпоративной традицией. Надежда Волгина, Алексей Зубилов, ОТС Бердск. Смотрите наши программы на ОТС ТВ, еще больше новостей на гурсайте. Все о важных событиях на нашем телеканале. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин